Всем здравствуйте! Это последняя в этом семестре лекция на тему архитектуры языка Ассамбля Рискфаев. На дворе солнышко. Окончательно наступает весна. В помещении холодно, как в склепе. И у нас с вами обещанная, неинтересная обзорная лекция про все то, про что мы не успели поговорить в течение семестра. На самом деле это тоже неправда, потому что обзорная лекция, состояние современных компьютерных архитектур, это не лекция, а спецкурс, в свою очередь. У нас такой даже один раз на факультете был. До конца этого спецкурска дожило еще меньше людей, чем сейчас присутствует, потому что он, как вы понимаете, для того, чтобы отличить одну современную архитектуру от другой, надо очень глубоко забираться во все эти бездны. Значит, усложнения, которые присутствуют в сегментах архитектурах. Поэтому нет, я, наверное, не смогу сделать обзор всего-всего-всего. А остановлюсь на такой основополагающей теме относительно того, почему большинство современных архитектур настолько сложны и настолько далеки от того, о чем мы разговаривали в начале семестра. Вот. И в чем заключается, так сказать, нерациональная сторона этой сложности? Напоминаю пафос всего нашего разговора, наверное, вообще всего, в течение всего семестра, который заключается в том, что когда мы... В общем, вещь идет о такой науке о компьютерах, да? Ну, начнем с того, что наука о компьютерах – это очень странная дисциплина, потому что в науке не принято объединять научную дисциплину вокруг инструмента. В науке принято объединять научную дисциплину либо вокруг предмета изучения, либо вокруг объекта. Чаще всего вокруг предмета, понятное дело, но иногда бывает так, что вот бывает наука о человеческом здоровье, да? Это вокруг объекта, вокруг конкретно человеческих жизненных процессов наук, медицины. А наука вокруг инструмента, компьютер-сайенс – это как микроскоп-сайенс, только компьютер, да? Правда, в последнее время, наверное, можно говорить о зарождении такой новой интересной науки компьютерологии, когда мы берем вот этот несчастный процессор, интеловский, современный, на несколько миллиардов ключей или миллионов, не помню, ну, необозримое число, и начинаем его процессор изучать как черный ящик, потому что мы, в общем, не знаем, как он работает, совсем не знаем. Мы знаем, как его распланировали, а как он работает – не знаем. Ну, вплоть до того, что люди пишут скрипты на питоне, которые, значит, генерируют всевозможные последовательности команд, вообще все возможные последовательности команд, приводящие к, значит, всевозможным результатам микропрограммной трансляции вот в ту микропрограммную архитектуру, которая есть в интелле, а дальше смотреть, а дальше они смотрят, не произошел ли какой-нибудь абьюз, вдруг, значит, можно открыть какие-нибудь недокументированные возможности или какую-нибудь дырку найти или так далее. Вот это вот все – это как раз то, что может называться компьютер-сайс, но мы с вами занимаемся совсем не этим. А чем занимаемся мы? А мы занимаемся, по сути, технологией и историей развития технологии, причем историей в том виде, как она отложилась в современных нам концепциях и железках, и, значит, программных соглашениях. То есть реально возникает некоторая задача, которую должна решить компьютерная техника, и эту задачу решают, то есть реализуют вот эту постановку этой задачи какими-то аппаратно-программными средствами, и дальше эти аппаратно-программные средства живут лет 50 без изменений, только усложняясь. Так было с моделью памяти, так было с последовательным выполнением, так было много-много с чем. Вот. Потому что мы с вами имеем дело все-таки с инженерной отраслью, и это значит, что задача должна быть решена за фиксным тайм, от этого должен быть получен профит прямо сейчас, а ее научная составляющая будет подогнана потом. И, возможно, кто-нибудь, подогнав, значит, свои научные, вернее, приспособив свои научные знания к уже решенной конкретными средствами задачи, как-то ее оптимизирует, это решение. Вот как было, например, с конвейером. Вот. Соответственно, по этой причине, по причине того, что мы имеем дело по большей части именно с легоси, возможно, существуют какие-то решения актуальных современных задач, очень остроумные и современные, но они не изваяны в Кремнии и уж тем более не растиражированы. Они где-то в недрах отраслевых лабораторий исследовательских пока что существуют. А то, что изваяны в Кремнии, это легоси в огромном большинстве случаев. Хороший пример такого бесконечного легоси – это все тот же процессор Intel, но вообще архитектура из 8664, в которую, если заглянуть, там можно проследить, разумеется, следы 32-разрядной архитектуры, 16-разрядной, даже 8-разрядной, даже 4-разрядной архитектуры можно проследить историю в процессоре Intel. Потому что когда-то был процессор 4004, 4-разрядный, для калькулятора, и в нем был ровно один регистр, этот регистр А, тот самый аккумулятор. И вот этот самый аккумулятор с тех пор остается каким-то регистром, в котором некоторые операции только с ним могут производить. Ну, как-то так, да? Вглубь веков можно уйти, все это легоси. Вот. Так вот, давайте поговорим о том, как вот этот принцип зарождения легоси в былые годы отражается на состоянии современной компьютерной техники. Первая проблема, с которой столкнулись именно практики, и, соответственно, эти практики поставили задачу, задача должна была быть решена, это задача масштабирования. Задача масштабирования сводится к тому, что один процессор по-хорошему должен выполнять не одну задачу в каждый момент времени, а много. Точнее говоря, так, пускай процессор-то один, и, соответственно, вычислительное ядро одно, но задач, которые мы собираемся выполнять на данном компьютере, уже больше 50 лет, как больше одной. Вот прошли те времена, когда мы в компьютер загружали одну задачу, она, значит, выполнялась, потом она выполнилась, эта задача, результаты получены, загружается вторая задача, они выполняются, ну и так далее. Ну, реально, почти 50 лет прошло. Вот я, когда в школе учился, я, значит, на таких компьютерах еще немножко я их видел, да, они еще существовали. Вот. Соответственно, такой режим, он называется пакетным, он неудобен сразу по многим параметрам, он неудобен в экономическом плане, потому что это простой процессор, когда задача, например, исключительно счетная, то процессор загружен, но не загружен устройство ввода-вывода. Когда задача, наоборот, исключительно обменная, типа переработки информации, там, ее трансляции, тогда загружено устройство ввода-вывода, процессор не загружен. То есть пакетно запускать одну такую задачу неудобно. Вот. Соответственно, второе неудобство в этом деле состоит в том, что современный способ использования компьютеров, operating system с компьютером, как правило, одновременно эксплуатируют несколько задач. У нас есть ядро операционной системы, которая что-то делает, у нас есть наша, условно, та самая большая главная задача, которую мы запустили, и она что-то делает, а еще есть компоненты операционной системы, которые обслуживают всевозможные сетевые части. Короче говоря, на типичной операционной системе современной работает существенно больше одной задачи, даже если одна из них запущена в реалтайме, остальные только обслуживают. Вот. Все это не вяжется с нашим представлением о тихующей архитектуре процессора. То есть, конечно, все это можно сымитировать и запустить. Например, сделать программное разделение, разделение потокового выполнения. Но, как мы говорили, задача должна обычно решаться актуальными на момент ее возникновения средствами, и эти средства, скорее всего, будут именно аппаратны. Вот. Значит, кроме того, эти задачи, как мы уже говорили, могут быть, ну, очень, грубо говоря, обменные и счетные. Обменные и счетные, потому что, значит, часть задач больше времени проводят в ЦПУ, часть задач больше времени проводят, общаясь с внешними устройствами. Вот. И поэтому даже просто взять и их тупо запустить, ну, условно, в параллель, там, с каким-то переключением между контекстами, это тоже, в общем, недостаточно. Операционная система гораздо более хитрая, чем так работает, гораздо более хитрее. Там есть понятие приоритетов, там есть понятие, значит, засыпания на ресурсе, когда объемная задача обращается к медленному внешнему устройству, и процессор не простаивает, потому что она уходит в спячку, а вместо нее временно выполняется следующая задача в очереди и так далее. Сокращенец, наш постоянный участник, напоминает, что очень важна задача также и для всякого совсем реалтайма или условного реалтайма, когда один компьютер управляет, ну, комплексом оборудования. Он должен отслеживать сразу много внешних устройств, у каждого внешнего устройства какие-то свои управляющие задачи. Все это должно работать, разумеется, в одном каком-то вычислительном пространстве, иначе придется городить целый набор каких-то компьютеров для управления оборудованием. Причем это тоже очень старая задача. Сокращенец напоминает, что реалтайм-операционные системы могут запускаться на самых древних процессорах. Давно так было. Таким образом выясняется, что наиболее популярным на сегодняшний день способом является вытеснеющая многозадачность с приоритетом и планировщиком, а еще эти задачи все одновременно должны сосуществовать в оперативной памяти, и решение у такого сосуществования, которое бы не помешало другу, чтобы такого существования, при котором эти задачи друг другу не могут случайно помешать, взять, запортить память и так далее, это либо их программная изоляция, то есть все задачи на самом деле являются, условно говоря, процедурами одной и той же большой программы, и на уровне компилятора языка программирования обеспечивается изоляция ресурсов одной задачи ресурсов другой. Или в случае операционных систем Managing Management Unit, то есть организация виртуальной памяти, то есть некий второй уровень косменности при определении карты памяти для каждой задачи. И это тоже такой заказ по масштабированию, чтобы можно было сравнительно безопасно на одном вычислительном узле запускать несколько задач. Следующий акт наших растущих потребностей это ситуация, когда у нас хочется уже поэксплуатировать, когда люди уже отходят от программирования и смотрят на компьютерную технику, как на такой способ ведения бизнеса, и, например, возникает задача оптимизации энергопотребления. А что значит оптимизация энергопотребления? Это значит, что хотелось бы с одной стороны, когда у нас нагрузка очень низкая на наш компьютер, чтобы он жрал энергии поменьше, а когда нагрузка очень высокая, чтобы он при этом не задыхался, разница между пиковыми загрузками обычной машины и маршевой загрузкой, и минимальной загрузкой, в смысле ЦПУ, обычно один к трем. То есть пиковая загрузка превышает такую средне-минимальную загрузку в три раза. Куда эти 60% процессовой мощности девать? Соответственно, возникает интересный вариант, когда мы с одной стороны пытаемся запихнуть в машину несколько процессоров, чтобы одновременно выполнять несколько задач, и тем самым, если одна из них закончилась, немедленно запускать другую. А с другой стороны, как-то виртуализировать вообще само понятие окружения вычислительное, чтобы мы могли запустить на одной машине сразу несколько операционных систем, грубо говоря, а уж эти операционные системы загрузят там все на 100%. Вот. Все это, значит, все это требует аппаратной поддержки. Вот. Теперь мы переходим к тому, о чем мы не будем говорить, только, так сказать, обозрим это. Вытесняющая многозадачность требует аппаратной поддержки. Понятное дело. Значит, что такое вытесняющая многозадачность? Это такая простая штука, когда на процессоре, разумеется, процессор один, задача на нем работает одна, но делает она это недолго, в течение некоторых квантовремени. Она поработает чуток, эта задача. Потом, значит, выработает свой ресурс машинного времени, ее отложит в сторону и запустит следующую. Она тоже чуть-чуть поработает, запустит следующую, ну и так далее. Вот. Вот это самое ее приостановят, отложат в сторону, запустят следующую, и это, в общем, операция довольно тяжелая, потому что нужно поднимать весь контекст вычислительный, вообще говоря, работавший еще там несколько десятков секунд, десятых долей секунды назад задачи и снова ее продолжать запускать с того же места, с которого она была приостановлена. Да? Тут сокращение говорит, что для вытесняющей многозадачности достаточно одного таймера с прерыванием. Безусловно, для вытесняющей многозадачности достаточно одного таймера с прерыванием. все остальное надо будет делать программно. Вот. Как минимум, выгрузка контекста, подгрузка контекста, вот это все. Да? в какой-то момент стало понятно, что, ну, не говоря уже об ограничении доступа между этими двумя контекстами. Значит, что такое сохранение контекста? Это значит, нужно сохранить все регистры, которым эта задача пользуется, в том виде, в котором она им пользовалась. Все специальные регистры, всякие регистры флагов, указатели на стэк, указатели на... Ну, короче, специальные регистры, которые там может быть в количестве. Значит, куда-то сохранить, потом восстановить, соответственно, контекст другой задачи. Это я уж не говорю о том, что, вообще говоря, у них еще есть память такая же проблема. Вот у нас есть, у нас есть оперативная память вся нашего компьютера, и есть оперативная память, которая так или иначе принадлежит нашим, теперь уж, многим задачам, псевдопараллельно, то есть с вытеснением выполняющихся на нашей машине. Что нужно сделать, как нужно организовать аппаратную часть так, чтобы вот эти две проблемы были решены достаточно удобно и эффективно. Ну, очевидно, что в случае сохранения контекста можно придумать просто специальный инструмент выгрузки этих... одну такую большую инструкцию вжух, положить, значит, эти все регистры куда-то. Специальную память для них и какую-то, в общем, аппаратную поддержку процесса. Загрузка контекста, выгрузка контекста может быть аппаратной операцией. А может и не быть. Может быть, в самой машине предусмотрено много наборов таких регистров, и только вот переключение между этими наборами и является сменой контекста. То есть, вот у нас не память, в которой что-то хранится, а просто есть там вот регистров общего назначения, несколько наборов регистров флагов, несколько наборов, и мы просто перещелкиваемся между ними, и это и есть наше выполняемое в данный момент контекст. Что же касается памяти, то там несколько сложнее, потому что опять-таки есть легоси, я вот тут не вспоминаю, потому что это я не очень люблю, но в принципе изначально придумали даже не страничную память, как здесь на картинке, а то, что называется сегментная. Сегментная память это такой трюк, который решает сразу несколько задач, а именно нехватки проводов в количестве битов в адресе памяти и изоляция. Предположим, у нас есть большая память, ну не знаю, гигабайт, а приложение наше, которое мы запускаем, умеет адресоваться, ну скажем, только 640 килобайтов этой памяти. Ну просто у нее вот формат адреса, в который она упирается, там 16-разрядный, ну вот сколько можно 16-разрядов запихать битиком. Вот. Мы можем пойти на некий трюк, сделать так, в этом самом, в системе команд у нас адрес будет занимать 16 битов, но еще будет специальный адресный сегментный регистр, в который мы будем записывать ну некий множитель. То есть, вот у нас есть кусок из 60-40 килобайтов и плюс сегментный регистр, который говорит, это 640 килобайтов, сдвинутых на там какое-то количество вот в этой реальной гигабайтной, мегабайтной памяти, килобайтов, мегабайтной, ну не важно какой, 6-4-мегабайтной, сдвинутой на какое-то количество вот таких вот блоков влево, допустим, 640 плюс мегабайт. При этом приложению можно вообще запретить на уровне юзер-мод модифицировать этот сегментный регистр и сказать, вот тебе данность, вот тебе 640 килобайт в памяти, в этом сегментном регистре адресуйся там как хочешь, вот тебе адресная команда 16-разрядный адрес, вот, а в сегментном регистре лежит смещение, потому что это твое смещение, твой процесс находится там. Вот. Одновременно мы сохраняем обратную совместимость, вот типичная тема для Intel, да, Legacy, вот, и при этом каким-то образом задействуем большую память и при этом еще и обеспечиваем возможность недоступа из одного приложения в другую. Они просто не смогут, у них вот этот сегментный регистр указывает в два разных, две разных области памяти, они, значит, с ними работают. Вот. Но это, конечно, все костыли, вот, да. У него как-то вопрос, сегментная память до сих пор спорнится при конорике, а как без... Потому что Legacy... А как без нее конорики делать? Как, что делать? Как сделать конорики приступать. Я не росла, не распортил слово... Конорики. А что это? Ну, в смысле, защит памяти. Ну, как конорейка, компилятор, составляет специальную команду, которая проверяет, что мы его кофе-фо-буфера сделаем. Ну, например, компликтер-пелл, где-то буфер, если мы пытаемся записать память, как его тройка дальше, то конорейка перезаписывается, и это... Слушайте, мне кажется, вы... Как это... Как там у Лескова-то? Господи. Есть ли у вас сахар завода Молва? А вам не кажется, что то, что вы описываете, это и есть попытка преодолеть костыли сегментированной памяти, потому что страничной организации таких проблем просто нет. Страничные есть, не приятные, они до сих пор этот проект подглавляют, но все-все есть в эту программу. Ну, так я про это и говорю, да? То, что вы рассказываете, на мой вкус, да? Давайте не будем сейчас дискутировать, потому что я, возможно, не прав, да? Но то, что вы рассказываете, скорее всего, это как раз способ, как это сказать... Не защита процессов, а защита от того, что в упустишной программе программист не вставил проверку на то, что мы идем в следующий забуферный элемент, то есть вы переполните массив. Это проверка, то, что он, например, программист выделил буфер и забыл сделать проверку на то, что мы выходим за пределы границ массива и тогда капиллятор вставляет специально. Да, да, да. Слушайте, а тогда я вообще не понимаю, зачем это нужно. Смотрите, у нас есть языки высокого уровня, в которых такой штуки нету просто, да? Вы не сможете. Есть языки низкого уровня, которые специально для этого сделаны. Ну, то есть любой современный компилятор C, конечно, умеет в этот самый, господи, Sanitize Address Space. Ну, и множество, ну, в продаче, если можно, то есть вользу. Так я же говорю, Legacy. 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 Это, ну, слушайте, Sanitize Address и вперед. Зачем все это? Более того, как реализован Sanitize? Вам, как программисту на C, знать, конечно, интересно, но он везде есть, Он на любом их истории есть. Сегменты тут ни при чем вообще. В том-то и дело. Какая разница, каким способом проводится валидация адресного пространства? Если она производится изнутри User Space. Все равно кто-то с кем-то сравнивает. Идея Connaly Alexax заключается в том, что хакер, он не ну, то есть он не может перезаписать вот этот, то есть если хакер перезаписывает буфер, то он этот адрес, который в любом случае перезаписывается, то есть который непосредственно после массива, поиск. Да, да, да. То он не может никаким образом узнать значение вот этого элемента, который перезаписывается, чтобы перезаписать его на такой же самую. и таким образом ну так я про это и говорю какая разница точно так же работает страничный понять слушайте ну это короче есть такой вид атаки на сегментную адресацию слушайте давайте не будем сейчас дискутировать я возможно действительно к не до конца понимаю чем вы говорите потому что термине неизвестен вот но я я рад за это но мне кажется что все равно все равно это скорее как это применение конкретного легоси к тому что есть сейчас потому что ну то есть правда это это можно обсудить обсудить деньги в чатике в наш кстати вот но я не вижу ничего такого прорывного кроме кроме неприятных всяких моментов сегментной адресации единственная разница стоит в том что сегментная адресация в свое время позволяла разделять сегмент в семян данных семян стека сегмент ну короче набить набить ваш адрес space сегментом в произвольном месте лежащий вот но в семян хайд секторах все равно есть плоская модель памяти внутри одного user mode процесса и там нет такой необходимости вот давайте просто пойдем дальше вот то что я правда не знаю вот не до конца понимаю чем вы говорите поэтому не считайте что я вас игнорю просто это другой разговор вот 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 сокращение например наверное лучше это знает но вы далеко от микрофона и у нас не услышал и мне отсюда слышится слова канарейка понимаете да то есть это и есть канарейка понятно понятно канаре а так понятно вот 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 все это время мы говорили разговаривали про канарейку оказывается а я думал что про канарейку да я понял 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 мне почему-то время слов это слово и слышалось да но они мне по не мог поверить что это так ладно поехали дальше значит смотрите и так у нас возникает задача во-первых изоляция адресного пространства наших процессов друг от друга а во-вторых достаточно прозрачного для самого приложения на лицом процесса коих мы планируем эксплуатировать несколько штук про ли ну одновременно неправильно но одновременно вот и возникает идея я ее опять очень сильно упрощаю потому что там есть всякие опять-таки интересные штуки со стороны легося идея введение второго уровня косвенности в понимании адресного пространства процесс вот у нас есть значит юзер мод у него есть вполне себе плоская модель памяти вот у которой есть значит как мы с вами видели текст дата стек вот причем в том же риск файве мы тоже видели эту картину что у нас текст дата условно снизу снизу а стек сверху вот извините но ты именно так да здесь 0 здесь за счет максимальный адрес вот это линейная модель памяти плоская с точки зрения нашего по приложению всегда одинаковые нам не нужно знаете где на самом деле по каким на самом деле адресом лежит вот эти вот наши значит скомпилированные лично нами кусочки вот а в действительности путем введения значит таблицы страниц каждая такая страница лежит в достаточно произвольном месте памяти оперативной физической вот и просто картируется одним уровнем преобразования мы идем там по адресу 0 на самом деле это не 0 лежит она где-то вот видите вот тут вот соответственно понятно что это сразу подразумевает что у нас есть такой режим адресация где мы видим только плоскую модель внутри своего процесса и другой режим работы процесса как минимум соответственно два должно быть режима супервайзер мод юзер год в котором идет управление этими таблицами страниц и имеется доступ к физической адресации опаньки всего этого мы пока что не проходили все это нужно навертеть на наш процессор чтобы вот такая комфортная у всех одинаково унифицированная модель памяти была доступна каждому и процессу внутри нашего вот вычислительного окружения вот соответственно мы получаем некоторое упрощение в некоторый возврат к истокам потому что мы можем пользоваться все той же плоской модель памятью не париться внутри процесс который пользовательский вот а еще у нас получается такой бонус что несколько пользовательских процессов могут внезапно ходить к одной и той же физической памяти им будет разделяем память на вертим где-нибудь в ядре еще какие-нибудь примитивость организации типа мутиксов и вперед вот ну как это гладко было на бумаге теперь выясняется что у нас кэши наши оказываются с множественными очагами активности потому что у нас теперь процессов десятки если не сотни если не тысячи и каждый сидит в своем кусочки в своем кусочке физической памяти вот то есть принцип локальности теперь умножим на количество процессов которые мы эксплуатируем псевдо одновременно то есть они вот один то другой то один то три то четвертый тысячных двухтысячных вот вторая проблема стоит в том что у нас теперь раздача ресурсов занимается ядро и вообще вот та часть которая должна обеспечить унификацию разделение и учет используя ресурсов компьютера в ядре ну собственно это и есть ядро да она находится в ядре это отдельный контекст получается что на каждый чих на каждый выдав вывод байта и чего-то такого у нас происходит минимум один переключение одно переключение контекста в ядро и обратно соответственно вообще операция переключения контекста она и так то нами была спрогнозирована как тяжелая а в случае вот такого двухуровневого организации нашей операционной системы с ядром в супервизор мод она становится еще более часто еще более востребованы вообще сплошь и рядом приключение контекстное переключение контексте сидит и им погоняет вот значит когда была большая мода писать микроядра она кстати еще не прошла это моду но раньше прямо там все институты вот свои микроядра писали там значит все большие корпорации свои операционной системы микроядерные делали вот выяснилось что микроядро если вы помните микроядро и такая штука которая управляет только самим фактом выдача ресурсов а даже логика предоставление ресурсов вытесняется в юзер space но условно говоря за счет приложение попросила памяти она вышла в ядро и дро говорит вон у меня менеджер памяти а он юзер спейси менеджер памяти вон то приложение попросила память выйдите вон ту память говорит из юзер спейса менеджер поймется возвращается в ядро и говорит на тебе приложение память но и тогда так вот микроядра оказались бы наиболее подвержены вот этому вот этой проблеме потому что там было только переключение контекстов больше ничего вот поэтому значит создатели этих операционных систем довольно быстро поняли что нужно описать очень маленькие операционные очень маленькие ядра чтобы они целиком помещались в кэш-процессор иначе все кэш выгорел и любое переключение контекста это вынос в полный вот проблем как только мы начинаем загружать нашу машину множеством процессов вот этот разброс между пиковым среднем малым пиковым маршевым режимом работы оказывается еще больше потому что может так случиться что все процессы одновременно захотят жрать как можно больше ресурсов одновременно если вы думаете что это только случайное число то нет мы живем в реальном мире и возможно ваши процессы такие что они как раз одновременно и захотят это сделать но какая-нибудь сетевая активность на вашем устройстве сильно повысилась к вам пришли додосеры к вам пришли майнеры неважно важно то что вероятность того что все процессы одновременно захотят сожрать ресурсы она выше чем случай вот это значит что в нашей такой системе напоминаю мы начали с очень простого мы начали с организации многозаточности мы доходим до того что у нас нужно предусмотреть механизм когда этой самой виртуальной памяти становится слишком мало ее каким-то образом нужно превращать в не виртуальную например сохранять на внешние устройства на диск это называется пенчинг или выгрузка страниц или даже свопинг выгрузка целых процессов вместе с их контекстом вот таких проблем в однозначных системах не было если вашей системе не хватает если вашей задачи не хватает памяти на вашей системе она не будет быстрее работать от того чтобы какую-то часть значит памяти выгрузить на диск вот а в случае многозаточных систем да такая проблема есть ее тоже нужно как-то аппаратно поддерживать вот вот у вас есть ну как это обычно делается вот у вас есть приложение вот есть операционная система у нее есть так называемый оверпровайжинг ваше приложение могут заказать гораздо больше памяти чем в системе есть из соображений что они всей этой памятью пользоваться не будут никогда всей сразу а когда будут тогда самые неиспользуемые моменты этой памяти будут превращены в блоки на диске выгружен на диск следующий раз когда приложение обратиться к этой памяти если вдруг она вспомнит о том что она у нее есть и захочет туда оттуда прочитать или записать возникнет page fault потому что этой страницы на самом деле нету но ядро скажет у меня в пейджинг в области пейджинга лежит такая страница чая подгружу ну естественно это очень медленно в она подгрузит естественно для этого надо будет тонить еще выгрузить потому что память не хватает ну в общем примерно идея ясна эта идея возникает как раз из-за того что у либо у нас должно быть овер права и женинг самой памяти то есть приложение хочет гигабайт а у нас их 8 до либо мы должны быть готовы к такой ситуации когда память на всех не хватает в случае пиками загрузки а дальше уже в это дело админа если он видит что машина входит в постоянный такой трешинг когда она отгружает одни страницы подгружать другие он должен в общем увеличить количество оперативки вот а если ему лень она не увеличивает и она так продолжает расшиваться работать очень медной скоростью тем не менее все эти проблемы могут быть должны быть решены отчасти аппаратно и соответствующие инструкции должны быть предоставлены для их решения вот тут сокращение кстати напоминает что побочным эффектом является то что и одна задача может себе заказать больше памяти чем есть в азу потому что она и и не будет все использовать вот over committed называется over права же нет когда памяти больше чем нужно over commit когда памяти меньше чем нужно но приложению разрешается ее заказывать в количестве потом просто будет она выгружаться ну вот как видите из этого растет целый пучок проблем которые тоже нужно решить аппаратно и как-то как-то значит усложнить вашу железяку поехали дальше предположим у нас вот как тут говорил сокращенец или вообще многих случаях наш наш вычислительной системы так устроена что по-хорошему на ней должно работать одновременно параллельно более одного процесса это какие-то real time системы у которых есть несколько real time задач и это между прочим самые обычные операционные системы у которых есть ядро и еще что-то кроме ядра было бы очень неплохо чтобы еду вообще всегда находилась в памяти вернее всегда работал потому что она и так всегда работает вот короче говоря сложно вычислить на системы в которых много очередей или просто критичных своими свой своими в своевременном выполнению кода очень плохо относится к ситуации когда ваш процесс должен вот прямо сейчас работать а он в таблице процессов не первые еще когда он будет работать неизвестно вот значит ну люди подумали подумали решили что процессор один задач много давайте мы просто воткнем в одну и ту же машину несколько процессоров отлично же будет параллелизм у нас будет задач много они будут все выполняться по очереди смысле все выполняться одновременно столько сколько ядер вот ну окей у каждого из этих ядер будет доступ контроллеру прерываний и доступ контроллеру памяти соответственно надо будет какой-то арбитраж устроить как они там в каком порядке это делать ну собственно все как бы вот мы навтыкали да но при этом внешних устройств будет столько же компьютер будет один операционная система будет пользоваться всеми этими ядрами хорошо же это конечно хорошо но если у наших устройств будет доступ к контроллеру памяти последовательный контроллеру прерываний то есть сначала одно ядро потом другое потом третье то это будет нехорошо не факт что это вообще увеличит быстродействие нашей операционной системе в целом соответственно если сделать этот доступ многоканальным то есть смотрите у вас приходит за пару у вас несколько процессов процессоров различных аппаратных процессоров одновременно идут к оперативной памяти то начинается всякая штука связанная с ну для начала арбитражем разумеется кто кто первый встал того этапки начинается проблема с тем когда эти процессоры идут к одному и тому же место оперативной памяти вот начинаются проблемы с тем что они будет там вообще дедлоков один пишет другой читает при этом мы ввели некоторые зависимости тот который отчитает ждет пока тот который до того который запишет а тот по какой-то причине ждет того кто читает ну и так далее одновременный доступ это всегда ад и если мы воткнули несколько процессоров в одну оперативную в одну как бы с доступ к единственной оперативной памяти этот от нас ожидает его надо реально решить аппаратной как-то реализовать такая же фигня с контрольном прерывании потому что как и как кто кто обрабатывает вот пришло прерывание кто обрабатывает вообще у нас есть четыре устройства каждый может обрабатывать вот про кэши я вообще молчу потому что кэш это штука быстро вот у нас ядра к ему насчет некоторые все ядра ходят одновременно вот значит вот столько существует одних только протоколов поддержки конкретности кэшей протоколов поддержки конкретности кэшей то есть каких-то логик которые нужно изваять железе чтобы значит кэш при доступе к оперативной памяти вообще не глючил не оказывался невалидным потому что понятно в чем проблема вы пишете что-то в память в это время кто-то вот оттуда читает значит вот тот который читает он сначала будет читать то что вы не успели записать а потом то что успели записать а если блокировать то зачем кэш тогда ну короче говоря вот нужно как-то эту проблему решать одновременного доступа вот ну дальше больше если у вас еще больше ядер то скорее всего вы их не сможете вообще расположить таким образом чтобы у них был одинаковый одинаковый режим доступа к этой памяти да вот на много очень многоязерных системах бывает такая штука как но не информая мере access когда у вас такая целая сеть процессоров и они значит группируются по узлам и у этих узлов есть доступ к памяти а внутри внутри этих узлов там короче вот можете представить что при этом будет твориться с кэшами ну вот совсем вот этим я не могу вот и вообще ситуация когда у вас между процессами там сверхвысокое место процессорами есть какое-то внутреннее свое сверхвысокое взаимодействие в каких-нибудь числа грызок и матерский манчестерский канал и вот это все она очень сильно усложняет архитектуру в том плане что кто был кто первый придет в общем ну конечно же конечно же и дма и мило и все остальное тоже будет так работать то есть у вас не только процессоры должны как-то собрать сообразовываться с тем как у вас значит память устроена но и и каши к ней да и когерентность поддерживать но и любые внешние устройства которые в эту память пишут они тоже должны как-то сообразовываться ситуации что в это время другую процессору тоже в эту память пишет вот соответственно усложняются не только процессоры но и сам контроллер контроллер в том числе и памяти в том числе дыма и соответственно внешние устройства которые тоже к этому должны быть готовы короче начали мы с очень хорошие задачи воткнуть несколько несколько процессоров в одну системную плату а закончили в общем усложнением все это безобразие просто дума помрачений вот альтернативой этой штуки но не полная альтернатива является аппаратным на год мы на многопоточность или hard hard варит рет вот сразу скажу с конца начну hard варит рет не решает задачу повышение быстродействия как такового потому что у нас вычислительное ядро может быть вообще одно и естественно не решает задачу по той же причине не решает задачу актуально параллелизма до hard варит рет это не про одновременное выполнение нескольких задач одновременно и актуально одновременно а про разделение вот этих контекстов таким образом чтобы они друг другу не мешает вот мы уже про это говорили раньше значит идея в чем что у вас есть некоторый environment внутри которого выполняется ваша задача вот причем этот он варит он может быть что угодно это может быть процессор это может быть какой-то значит в смысле это может быть например железо на процессоре это может быть просто уровнем выше окружения например users кернил спейс из юзерсплейса это может быть даже эмулятор нашего этого самого нашего вот как раз эмулятор написанный на джава это тоже тоже спал на 7 мармин вот а вот поток это такая часть окружения которое имеет инструмент инструмент выборки инструкции и как бы их умеет исполнять вот то есть возможно вычислить на ядро вас одно но вот весь набор регистров схемотехники по выборке депарсингу инструкции так далее вот по выборке только весь этот набор это как раз 11 hardwari thread если 3-1 мы имеем дело с тем с таким процессором с которым мы вот видели и как модель которую мы видели в рарсе или там вот который вы семью в чем там были вот в райпсе вот но вы можете предусмотреть прямо на самом процессоре несколько таких артов как молит рядов которые собственно на уровне скажем юзер выполняются а на уровне кернил спейс между ними происходит переключение то есть не сохранять контекст куда-то а потом откуда-то восстанавливать а просто иметь уже несколько таких контекстов внутри которых есть свой стекпоинтер свой программкаунтер все да и уровнем выше просто вот выбирать как кому из них работать сейчас и по какому прерыванию выходить из него прерывание разумеется по таймеру по таймеру вышли правильно по таймеру обрабатывает environment на уровень выше ну или ниже да он дальше выбирает кому дальше работать ну и тогда вот соответственно на уровне машин до одну главная фишка в введении понятия hard состоит в том что это стандарт он описан в архитектуре архитектуре из кайф и любой поток которым управляет окружение сверху должен быть соответствовать этому стандарту это не так что у нас значит вот условно говоря разделение доступа в юзер спейсе со стороны кернел спейса выглядит по одному значит в кернел спейсе стороны машин левел вы выглядят по другому это это и да это все три все hardwari тренды у них есть свойства как они ходят к тому уровню доступа к памяти который задан и у них есть свойства как они управляют более более высокими уровнями теми значит с меньшим количеством привлечий вот соответственно например машин уровень потоки реализованы аппарат на это вот как раз наборы регистров а на уровне супервизор например потоки ну да не юзер например да поток это вот то чем пользуется юзер спейс программа а организует на него организуются эти потоки уровень супервизор и там супервизор может например решать у нас там 100 процессов в системе а хардварий трэдов у нас ну скажем 5 какие 58 да соответственно вот нам мы каким-то образом картируем эти хардварий трэда в процессы вот а когда они переключаются за пределы восьми ну тогда мы подгружаем конечно из каких-то властей где мы храним значит эти процессы так далее вот в общем идея введения аппаратной многопоточности этой идеи унификации логики по переключению между контекстом 2 очень похожую идею свое время придумал intel когда придумал концепцию гипертрейзинг но концепция гипертрейзинг была уже намазана поверх имеющихся многоядерности имеющиеся что там у них было в этом плане многоядерности вот и кажется больше чем два ядра в гипертрейде не бывает собственно я так понимаю это все было как это в угоду таким специальным операционным системам в котором в котором ядро и начинка операционной системы условно устроена так сложно что они выжирают сто процентов цепу вот мы даже знаем такие операционные системы если они выражают сто процентов цепу был бы неплохо сделать так чтобы при той же вычислительной мощности чтобы не тратиться на не пытаться победить в скорой в гонке по скорости вычислений при той же вычислительной мощности сделать два аппаратных потока один из них сожрет сто процентов это будет операционной системы а второе останется для всего остального вот так вот идея современных архитектур которая значит в армии тоже например продвигается стоит в том что если мы не хотим играть в именно увеличение быстродействия или увеличение количества этих самых голов процессоров на на доске то мы все еще можем играть в увеличение количества контекстов до такого уровня после которого наверное ну аппаратно поддерживать больше контекстов не надо вот оптика хорошая цифра 22 хардваре тренда вот один условно для ядерных операций другой для пользовательских но неплохая цифра также там и 4 вернее число и и больше да потому что у нас будет достаточно удобный записанный в стандарте механизм разделение прав между этими тренами хардварами вот а если операционной системы например хочет чтобы их было больше выпуская на сама обеспечить подгрузку выгрузку вот это все вот то есть фактически фактически речь идет именно о том как нам организовать процессы которые обратите внимание поскольку нет да допустим у нас одно вычислительное ядро внутри этого стандарта пропорализм речь не идет вообще это значит у нас нет никакого разговора про межпроцессные связи и синхронизации потому что процесс на самом деле они процессор на самом деле один мист процессор нас связи ярко сигнализации у нас нет один процесс мы просто переключились одно контекста в другой нет необходимости в двухслойном кэше я забыл упомянуть забыл упомянуть что многоядерность разумеется немедленно требует еще один уровень кэша потому что один кэш для ядра еще один кэш общий вот тут такой необходимости нет соответственно до тех пор пока мы не ввели многоядерность у нас прерываниями и с ну главным образом именно с прерываниями проблемы несколько более простая да нам нужно понять какой из наших хартов ответственность за исполнение прерывания ну и только опять же никаких синхронизации никаких блокировок у нас актуально всегда один вычислительный поток мне приходит в голову сравнение параллельности с асинг асинг инструментариями в питоне джо скрипте и так далее да вот асинг его в питоне устроен таким образом что там всегда ровно один поток вычислений он асинхронный за счет того что грамотно организована система переключения между этими потоками вот хардвард трейд их на самом деле все то же самое вот значит это было аппаратная многопоточность у нее есть фишка фишка состоит в том что с учетом вот этих вот допущений с учетом отсутствие актуально параллельны с учетом отсутствие актуально параллельного доступа к ресурсам оказалось возможным составить модель вот этого частично как я в переводе звучит это частично частично а слабо упорядоченного доступа к памяти то есть у нас есть несколько хартов аппаратных этих самых ядер которые ходят к одной и той же памяти и нам нужно так поставить операции чтения записи там вот этого всего чтобы с одной стороны они друг другу не мешали при доступе к этой памяти но поскольку они это делают не одновременно достаточно было соблюдение некоторые дисциплины доступа или инструкции типа fans помните такие мы про них вскользь упоминали в риск файв в армии кстати тоже есть инструкции под названием и кстати в 64 тоже теперь есть давно уже инструкция fans который будет знаете вот до этого места все операции доступа по чтению к этому к этому конкретному кусочку там памяти или к этому кадры кажется памяти должны закончиться если кто-то в это время что-то читает я тут жду сижу fans вот тоже самое по инструкции ну вот так вот значит эта модель оказалось возможным не просто составить тут какие-то разъяснения экспоненты материал вот да точно можно вот так сказать шикарно спасибо большое вот какая красота спасибо большое действительно вот и и не просто можно не просто оказалось возможным составить со всякими диаграммами но даже написать модель формальное описание на специальном языке которые специально нужны для того чтобы делать доказательные доказательное моделирование вот этих самых отношений ну функций вот языка лой вот вот эта модель сравнительно кстати небольшая на этом языке который на который на которые собственно реализуют вот всю вот эту все эти договоренности о частично неупорядоченным доступ к памяти и в ней доказано что вот таким образом организованный доступ если вы выдерживаете выдерживаете дисциплину программирования он значит не приводит к там дизлоком и всем вот и всему вот это вот это довольно забавно потому что понятно что в случае если у вас доступ актуально одновременно никаких моделей кажется составить просто нельзя ну потому что вы зависите от вы зависите от того как часики тикают случае параллельно актуально параллельно такие дела кстати сказать у нас на факультете поэтому аллою читается кусочек спецкурса на кафедре алгоритмических языков в курсе который называется модели данных лечет в этом духе кажется ровно по нему по этому аллою вот давайте себе предположим что мы либо не построили заранее такой модель и не внедрили ее в процессор частично упорядочен у доступа к данным либо построили постфактум после того как уже данные уже все все легоси у нас имеется и мы как бы пытались задним числом задним числом вся вот эту всю вот эту картину задним числом как-то реализован как-то описать да вот как вообще у нас вот в нашем современном процессе идет доступа вот разумеется никакого доказательства о том что нет против нет утечки информации у нас нет значит предположим у нас есть кэш есть предсказание переходов но мы напихали в наш процессор все наши любимые фишки чтобы он работал быстрее и упреждающие вычисления то есть вы есть несколько вычислительных потоков которым одновременно вычисляют хартов между прочим до аппаратных которые одновременно вычисляют ну допустим переход произошел или перехода не произошло до обе стороны вот мы напишем цикл который читает нашу память а в конце читает один байт который в общем то может оказаться в чужой памяти но у нас там стоит условный оператор и поэтому он чужую память не читает ну потому что этот цикл вот проверка индекс предсказатель переходов не умеет проверку индекс он умеет только смотреть был переход в прошлый раз или не было поэтому упреждающий исполнить все вычисления будет вычислять обе ветки вот в когда мы дойдем до конца этого массива будет вычислять обе ветки одна ветка прочтет наш байт одна ветка увидит что будет вычислять прыгнет по условному оператору потому что индекс а вторая ветка прочтет чужой байт этот чужой банк закэшируется понятное дело что когда мы дойдем когда наш конвейер дойдет до того места где появляется актуальность метки выяснится что то ветка которая читала чужой байт она не актуальна весь конвейер вытрется а кэш не вытрется правда мы в этот кэш ходить конечно же не можем это кэш байт не наш все вроде хорошо но наступает стадия вторая что мы делаем дальше мы в этом цикле будем использовать прочитанный байт вот этот из памяти как индекс для нашего массива и читать значение лежащие лежащие вот в конкретной ячейки нашего массива за номером который мы прочтем из этой самой памяти что тогда произойдет если упреждающий вычлений достаточно глубокая то тогда закэшируется и индекс вот этот чужой байт который прочтется по второму по второму не актуальному пути и значение в нашем массиве который прочтется в этом месте а вот определить что значение из нашего массива закэшировалась довольно легко достаточно сравнить скорость чтения всех ячеек массива и выяснить что одна из них читается быстрее потому что она лежит в кэше что это за ячейка эта ячейка индекс которой совпадает со значением байта прочистенной из чужой памяти это было краткое описание на пальцах а семейство так под названием спектр которые по сей день вот все более усложняясь и все более как сказать хитро сплетаясь существует на всех современных процессоров до сих пор вот более того кажется спектр можно обязывать хоть на php хоть на джала скрипте точно была информационка что то ли спектр то ли вот этот второй их там было два сначала вот как-то кого-то из них чуть на джал скрипте ты в броузер заходишь тебе значит вот такие дела в чем проблема главная проблема состоит в том что никто не моделировал нигде не было доказано что это утечки информации с кэша не будет она есть вот и все вот я не утверждаю что вот это вот красивая схема из 200 строк делают ровно это думаю что нет да но если у вас сама архитектура процессора устроена таким образом что доказано не утечка информация между этими трендами хардвар и трендами и все основано на них есть вероятность что такой штуки не будет если вы только безголовый не понапихайся туда вот этих убыстрителей сверх всякой меры такие дела нет меня если вы думали люди время доступа памяти это будет тяжело но напоминаю что в случае 1 процессорной штуки время это несущественная деталь только последовательно существенные детали время нет в атаке время не используется не используется нет тут слов нет нет тут мой момента после которого все начнет работать хорошо если а время в смысле скорость да 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 но смотрите это мы это мы как пользователи как хакеры использовали время доступа для того чтобы получить доступ но в действительности у нас произошла вот вот здесь произошла утечка у нас инициированный из юзерспейса процесс привел к заполнению кэша из чужой памяти вот эта утечка то что мы ее потом от это самое следили по времени доступа это уже другой разговор вот поэтому ответ на вопрос будут ли большие риск 5 процесс это такие вот без кто плевел уязвимы к этой штуки он пока что открытый вот но есть шанс что не будут вот такие дела давайте мы у нас мы подбираемся к концу по крайней мере этого рассуждения давайте мы поговорим откуда взялась виртуализация потому что это еще один уровень космосе за казалось бы зачем мы все знаем что любые задачи вводятся в виде им 1 уровня космосе зачем нам 2 как я уже говорил в начале лекции самая главная фишка которая является к на мой взгляд краеугольный при постановке задачи виртуализации это вообще говоря равномерное использование вычислительных мощностей в том числе значит опотребление до электроэнергии как вы понимаете для ферм или облаков это очень важный момент то что ну соды жрут безмерно много безмерно много электричества вот я как-то мы время от времени с моими старыми друзьями встречаемся в сети разумеется в зуме и как-то у нас зашел разговор про то как устроены системы обогрева на базе систем охлаждения ну то есть вас есть система охлаждения вашего центра а вычислительного можно же взять обогреть ими воду и подать эту горячую воду в помещение или там батареи а куда ее девать эту энтропию еще такие дела так делают люди ну реально вот значит так вот а на некотором уровне на на уровне так сказать некоторых больших чисел становится важно чтобы ваша ваша вычислительной мощности были очень очень равномерно загружены потому что тогда они будут вырабатывать свой энергетический ресурс лучше вот проблема в такой загрузке стоит в том что мы уже сейчас имеем дело с бесконечно большим но актуально бесконечно большим множеством так называемых оплаянс решений которые представляют собой операционную систему и значит процессы внутри нее это значит что наша платформа которая вот все это гоняет должна уметь гонять внимание несколько операционных систем операционные системы ты юзер мод и кернил мод значит над ними над всеми дарвать еще один мод называется супер супер визор нет не визор гипервизор во вспомнил вот вам пожалуйста еще один уровень косвенности откуда он взялся гипервизор значит в принципе не так уж это и сложно правда с кэшами уже будет все еще хуже до появляется еще один слой кэши и вот еще больше адрес дыма ему ну милу но мы и так уже знаем что с ним будет много много да вот зато мы можем на этом уровне сделать виртуализацию для устройств то есть вот тернил спейс работает с внешними устройствами а на самом деле они виртуализированные и гипервизор умеет как-то их мопить пробрасывать железку внутрь конкретной виртуалки или не пробрасывать и лимитировать вот и это на самом деле очень упрощает начинку вот этого значит нашего облака потому что в действительности оказывается ну условно говоря одна архитектура причем ровно с теми железками которые мы хотим а которые не хотим не сокращение заговорит что хорошие хорошие значит применение виртуалок значит у нас например в курсе по сетям хорошо демонстрируется когда мы запускаем много-много виртуалок делаем из них сеть вот это все но она скорее носят исследовательский дидактический характер да вот а если подумать если вдруг мы себе подумаем что мы вот это пускаем в продакшн то мы вернемся примерно к тому же утверждению да мы можем запустить много апплайенсов на одной аппаратной платформе вот эти апплайенсы будут представлять собой нормальные операционные системы с поддержкой сети всего такой и виртуализированных окружений вот поэтому эта самая виртуализация ровно в тот момент когда когда операционная система стала не оконечным этапом развития а только промежуточным и нам мы захотели запускать много операционных систем и управлять ими появилась виртуализация появились всякие штуки связанные с нею вот и внезапно появились еще штуки которые прошу заметить тоже относятся именно к не к разделу там не к разделу программирования информатики и чего-то такого а именно к разделу получения еще больше профит от эксплуатации например дедупликация памяти который между прочим аппаратно поддерживается во многих кажется во всех современных процессорах с виртуализацией дедупликация это первые дышите придумали это когда у вас есть страничка памяти в одной виртуалки страничка памяти в другой виртуалки они внезапно одинаковые вот пока они одинаковые это одна страничка они две даже если это разные разные интересные пространства и наоборот если они вдруг стали одинаковые для этого мдшники придумали аппаратный аппарат на чек суммы с них снимать чуть ли не мдп вот значит потенциально равномерная загрузка чем больше у вас запущена разных мелких задачек на одной железке тем больше шанс что она будет всегда в стопроцентно вырабатывать ресурс вот снижение аппаратного разообразия я говорил вот про четыре уровня риск файва мы тоже уже все знаем машин гипервизор супер визор гипервизор практически не разработан на него еще нет стандарта ничего вот понятное дело что до него дойдут тогда когда уже будут делать какие-то были центры на риск файве так вот резюме как вы понимаете любой шаг описанный упомянуты нам сегодня приводит к многократному усложнению аппаратного устройства того процессора который изначально нам казалось состоит из четырех частей и 20 проводов вот и разговаривать о нем как о вот таком конструкте из элементарных ключей смысла нет никакого поэтому я собственно и умолкаю вот а в качестве того что можно изучать дальше смотрите мы вообще не упомянули тему гпу и как она используется в а между прочим архитектура гпо совершенно отдельная очень сложная это же перед перенаполнены всевозможным legacy тема да мы не делали шаг еще дальше не превратили нашу много процессорную систему в систему много компонентную в кластер в облако и так далее да мы не поговорили как устроена супер компьютерной архитектуры в которых наоборот пытаются все втянув как бы совместить и очень быстрое выполнение и кластеризацию все современные суперкомпьютер кажется кластер на самом-то деле вот и еще много чем не поговорили если сказать вы себе в голове можете представить какие еще бывают темы вот я не стал их продолжать их бесконечно много же современное железо это тема очень необъятна то же самое с программированием мы с вами довольно много решали задачек на ассемблере но эти решения задач на ассемблере преследовал одну цель поближе познакомиться с архитектурой вот на самом деле если вы выбрите для себя такую стезю низкоуровневого программиста там будет ну овер дофига всего практика программирования на ассемблере дисциплина программирования на си учитывающая архитектурные особенности платформы на которые программируем си на сегодняшний день на сегодняшний день единственный язык программирования в семантику которого входит актуальный исполнитель физический то прям семантику да вот он написан такой будет в стандарте си написано что он таких-то архитектурах так то на сих-то так то более того вот многие не любят си за undefined behavior так вот я скажу что это свойство языка си не является его недостатком об си это как раз признание того что мы в качестве таргета в качестве того для чего у нас на чем мы программируем признаем физический исполнитель и там дети физические исполнительные отличаются друг от друга мы либо пытаемся изобрести инвариант и говорим что это включается в стандарт как стандарт либо говорим что здесь инварианты не существует а существует undefined behavior потому что мы работаем на конкретном железе такие дела так что в этом смысле си уникальный язык вот и там дисциплина программирования на си вот это вот можно сделать шаг вверх и пытаться заниматься программированием под ос по под ядро операционной системы да вот программирование ядра это вполне себе имеющие отношение прямой к железу стезя вот можно как-то низкоуровневое программирование или точнее работу с железом прописывать во всяких языках программирование высокого уровня это отдельная совершенно тема она такая очень маргинальная но но есть такие штуки как на ком на микропитон какой-нибудь ну вот когда вам нужен программист который умеет программировать на там условно-конвенциальном языке но при этом он программирует железо тоже такая штука есть опять же тем куда в программирование смысле архитектуры вдаваться очень много я не готов их все не все обсуждать тут сокращенец еще раз еще раз значит рекламирует свой курс который значит на базе каракатицы напоминаю что у нас есть стенд на который может любой получить по запросу доступ и там можно программировать совсем-совсем низкого уровня вот хотите на ассемблер хотите носить микроконтроллеры теперь уже двух видов делать это дистанционно наблюдая результат своей работы с помощью веб-камеры вот если кто не видел могу еще раз показать как это устроено я почти уверен что она продолжает работать секунду ключик добыть я не помню порта но какую порту сейчас чем опять умер там периодически за перегрузку и из-за из-за перезагрузки не работает сейчас падает падает этот самый падает транслятор у него иногда видеокамера начинает видеться не там он нет запустился ну-ка вот 8008 вот выглядит это примерно так вот этот стенд значит вот это процессор контроллер один с которым мы работаем он ведь и моргает желтой лампочкой и этот контроллер другой с которым мы работаем оба на базе риск файва вот это управляющее устройство называемой каракатицы там даже забежда каракатица а вот это к нему периферии помимо вот этих лампочек вы можете еще программировать вот эту матрицу вот эту числовую а это вообще клавиатура на ней можно пальцами набирать а можно программность каракатицы набирать значит нажимать эти проводки вот каракатица она названа потому что из нее видите щупальца торчат во все стороны вот вот этот блок значит более старый контроллер это более новый контроллер тут каракатица совмещена с клавиатурой там если не вы не видите но там вот это зелененькая как раз каракать светится вот эта клавиатура тоже такая же и в остальном все то же самое вот можно можно зайти запрограммировать и прямо в реальном времени значит что-нибудь там что-нибудь там что-нибудь там отредактировать ну как обычно я обычно редактирую вот этот файл вот вы тоже это можете делать а вот к чему давайте поменяем на пятую цвет вот сейчас я запущу прошивку здесь будет плохо видно потому что освещение сейчас немножко большое вот сначала поморгает немножко каракатица что она занимается прошивкой потом эта штука погаснет и запустится другая программа вот каркатица моргает вот загрузилась программа вот она моргает пожалуйста сейчас дать цвет поменяем это цвет не нравится ну в общем вот значит вот это все сопровождается давайте вот так сделаем да это примитивнейший программ на ассемблере как видите все эти смайлики все остальное были нарисованы другой программы который сокращение занимался михаил вот ради ради так сказать для финиша скажу что весь ссылка на его курс есть у нас где-то вот тут вот прошу любить и жаловаться ну вот я надеюсь что я достаточно уделил времени значит такой бесплатной рекламе вот на чем собственно мы наш курс и заканчиваем потому что как вы понимаете дальше я в этом да можно любой точки мира поиграть в эту штуку единственное что вам нужно зарегистрироваться вот получить доступ вот это все ну то есть послать меня послать послать мне этот самый ваш ключ с хашный мы вам там заведем аккаунт быть работать такие дела вот так что если есть какие то вопросы спрашивайте а если нет вопросов то все наши последние лекции подходят концу в этом семестре у меня на факультете лекции больше не планируется завтра планируется лекция для нижнего новгорода вот но я еще ее не сделал вот все тогда всем спасибо встретимся в эфире видимо через спустя лето вот потому что наступают летние каникулы вот какие именно курс у нас будут летом будет ли это полный повтор того что было раньше или мы дойдем до того чтобы запустить какие-то новые я пока не знаю все